Добрый день, дорогой друг, а может быть и подруга. Сегодня мы разговариваем о том, если бы твоя девушка была нарциссикой. О, с нарциссиками это вообще отдельная история. С нарциссикой может быть либо сложно, либо очень сложно. Суть в чем? Суть в том, что нарциссы, у них базовая эмоция, приносящая положительные такие ощущения, это умение немножечко принизить тебя. И, соответственно, такая девушка будет тебя подкалывать, понижать тебе самооценку с нарциссикой, будет в длительных отношениях испытываться внутреннее какое-то беспокойство, допустим, у шизоидов, у эмотивных. То есть, внешне даже не показывая какой-то, как тебе сказать, какой-то негатив, она всегда сумеет заложить в тебя такую крошечку сомнения, что ты какой-то не такой. И будет проявляться это в том, что постепенно, в отличие от эпилептоидки, который нужен просто контроль над тобой, у нарциссихи постепенно будет выработанная такая стратегия, даже подсознательно, по завоеванию всего твоего мира. Как это выглядит? Она потихонечку возьмет все твое окружение и исключит его от тебя, отдалит максимально. Это ей нужен контроль над тобой. И она будет путем манипуляций дергать за ниточки, чтобы ты начал обеспечивать ее. Но при этом на себя тратил как можно меньше ресурса. Это очень важно. Важно понимать, что сколько бы ты ни зарабатывал, апельдиты нациссихи будут расти. Парень должен рассматриваться как источник дохода. Мы все должны перестать себе врать и признать это, пусть небольшой, нерегулярный, но все-таки доход. Это просто важно для нее не что ты богат, заметь. То есть ты можешь быть каким-нибудь техмастером по ремонту стиральных машин и олигархом. Ей без разницы. Ей главное, чтобы ты отдавал максимум ресурса, тратил на нее. Так она будет повышать свою самооценку, а у нарциссов очень низкая самооценка. И соответственно за счет понижения твоей самооценки и забора того ощущения, что она может забрать от ресурса, что она тебя в каком-то смысле психологически имеет, она будет самоутверждаться. Если это чистый нарцисс, она будет действовать именно так. Поэтому, соответственно, тут достаточно большой жирный минус. Из плюсов... Блин, ребят, тут даже вот сложно сказать. Но из плюсов это, как правило, женщины, которые умеют себя подать. С ней будет достаточно приятно находиться в обществе, они умеют так себя продемонстрировать, показать себя. Что-то у них есть от истеричек, только истерички, они бывают, ну, чрезмерно яркие, такие вычурно, вычурно, значит, демонстрациозные. А нарциссихи, они скрыто демонстрациозные. И она вот не просто, она даже себя не то чтобы демонстрирует, она может отыграть ту роль, которую необходимо. То есть, если вы в компании таких неформальных, там, каких-то друзей, у вас только начинаются отношения, ты там какой-то панк, рокер, я не знаю, там. А кто сейчас же не панки и рокеры сейчас эти. Друзья, напишите мне в комментариях, я все время хочу привести пример, какие вы современные, знаете, неформальные движения. Я путаюсь прям вот серьезно. Мне иногда для примера надо, я загуглю, вот какие сейчас у молодежи есть неформальные движения. Они же как-то называются, потому что я вот что-то не найду конкретики. Раньше там металлисты, панки были, и как-то с этим было, ну, вот прям образ их очень яркий. А сейчас сложно придумать. В общем, вот этих вот каких-то товарищей неформальных, она будет неформальной. Если это какой-то светский раут и так далее, она будет вот вся такая в платьице, вся такая вот прям соответствовать ситуации, короче. Что делать? Как короткие взаимоотношения можно пойти на риск и, соответственно, попробовать. Попробовать эти взаимоотношения. Если ты одинок, ты можешь узнать, что такое отношение с нарцисской. Но женитьба, свадьба, какие-то долгие отношения, я бы не советовал тебе вступать в такие отношения. Потому что это, как правило, все-таки вампиры. Такие психоэмоциональные вампиры. Ну, очень сложно. Можно, но очень сложно. Я хочу сделать выпуск, если твоя жена нарциссиха. Ставь лайк и пиши мне в комментариях, если ты хочешь этот выпуск. А с вами был Крафт Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что подписались.